В Каменской епархии состоялся крестный ход, который прошел по святым местам сел Маминское, Исецкое и Смолинское. Пройдя около 20 километров, паломники посещали старинные храмы, места упокоения подвижников православной веры и даже спускались в одну из крупнейших пещер Свердловской области. Крестоходцев сопровождала наша съемочная группа. Слово Надежде Калининой. Крестный ход начинается из села Маминского. Здесь в храме архистратига Михаила собравшаяся молится за литургией, вспоминая одну из подвижниц, жившую в этих местах. За свою короткую жизнь она оставила себе добрую память. Теперь на ее могиле несколько раз в год служатся панихиды. Место упокоения матушки Ефросиньи и стало следующей точкой, куда направился крестный ход. Там была совершена лития. С памятью схемонахини Ефросиньи мы отправляемся с вами в крестный ход, чтобы совершить хоть маленькое какое-то дело для нашего спасения, спасения души наших. Затем около полусотни человек направились к Кесецкому селу. Этот отрезок пути в 11 километров они преодолели для того, чтобы помолиться у могилки священника, ставшего одной из первых жертв безбожной власти. Когда в село пришли карательные отряды Красных Орлов, отец Александр не стал скрываться от них. Он их встретил хлебосольно, угостил их, чтобы было в доме. И потом они ему сказали, ну иди. Вот он шел, шел до врага, дошел, и они ему выстрелили в спину. Это случилось 25 июня 1918 года. Когда его омывали, то было 18 пулевых ранений. Но когда его расстреляли, то он еще живой был, и подошли, его как бы из пистолета уже убили. Ну и карательный отряд, конечно, побыл, здесь народ разогнал. С тех пор храм святителя Николая Чудотворца пришел в упадок. Но несмотря на это, крестоходцы пришли в Дом Божий и совершили молебен мирликийскому чудотворцу. Далее маршрут шествия становился все труднее. Старый подвесной мост через реку и долгая дорога через лес с крутым подъемом в гору. Палумники преодолели все это для того, чтобы достигнуть следующей точки маршрута – Смоленской пещеры. Длина этой пещеры – 500 метров, глубина – 32. Спускаясь сюда, путешественники прежде всего попадают в грот под названием «Большая келья». За ним следует грот, который называется «Фавор». Название гротом их первый исследователь Василий Олесов дал не случайно. В XIX веке здесь молились старообрядцы. Во время первого посещения пещеры Олесов видел в ней иконы. Здесь были выбиты каменные ступени, установлены лестницы и лавки. Сейчас это место часто посещают спелеологи и туристы. Но в память о былом значении пещеры здесь установлен деревянный крест. Спуск в пещеру, как и сам крестный ход, никого из паломников не оставил равнодушным. Люди тут благожелательные, отношения хорошие, природа красивая. В конце концов, я действительно посетил старые церкви. И, может быть, на меня глядя кто-нибудь еще сходит и посмотрит. И вот эта традиция вспомнить наших новомучеников, которые рядом с нами жили, которые сейчас молятся за нас, это просто вообще замечательнейшая традиция. Спасибо. Спасибо. Спасибо.